В связи с тем, что уже буквально через два месяца в Грузии пройдут парламентские выборы, правящая партия начала вести активную предвыборную агитацию с аргументацией того, почему ей нужно получить парламентское большинство. Вызвавшими наибольший ажиотаж стали два пункта, озвученные мечтателями. Во-первых, они заявили, что после выборов намереваются через суд объявить единое национальное движение, партию Михаила Саакашвили, неконституционной силой. Сразу после получения конституционного большинства мы инициируем правовой процесс, в результате которого единое национальное движение и все его сателлиты или наследники будут признаны неконституционными. Выборы в октябре должны стать Нюрнбергским политическим приговором для ЕНД. Осудить режим Саакашвили правящая партия планирует в частности за, как они говорят, преступления 2008 года. Вообще с теми или иными угрозами в адрес нацдвижения мечта выступает далеко не первый год. Однако это никогда не уходило дальше громких популистских заявлений, рассчитанных на электорат мечтателей, которые в массе своей относятся к ЕНД резко отрицательно. Сейчас же лидеры партии власти уже напрямую заявляют, что намерены на официальном уровне через суд добиться того, чтобы национальное движение и те партии, которых они считают его сателлитами, по сути было делегитимизировано в контексте официальной политической деятельности. Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе предположил, что на предстоящих выборах только грузинская мечта и союз единого национального движения преодолеют 5-процентный барьер. Также, по его мнению, после запрета ЕНД на конституционном уровне, будет логично отменить парламентские мандаты этой партии. Если данный сценарий будет действительно реализован на практике, то это фактически будет означать, что нацдвижения, во всяком случае под его нынешним брендом и названием, официально лишат возможности участвовать в политической жизни страны, принимать участие в выборах и иметь свои места в грузинском парламенте. На этой почве появляется логичный вопрос. Зачем? Мечта могла инициировать данный процесс уже много лет назад, вплоть с 2012 года, когда только пришла к власти. Однако, все это время они позволяли националам быть главной политической силой. Почему они это делали? Потому что для самой грузинской мечты на самом-то деле выгодно присутствие нацдвижения в политике. Основа политической риторики ГМ завязана на том, что если общество не проголосует за них, то к власти вернется ЕНД, случится диктатура и война. Многие избиратели мечты это, как я уже сказал ранее, те люди, которые не очень любят Саакашвили и национальное движение. Потому все эти годы на каждых выборах грузинская мечта использовала националов как страшилку для своего электората. На каждых выборах лидеры мечты знают, что нацдвижение имеет крайне малые шансы взять над ними верх. Угрозы они не ощущают и позволяют тем участвовать в политической жизни. Зачем же сейчас менять эту, в общем-то, всех удовлетворяющую ситуацию? Мечтатели привыкли к своей роли правящей партии, националы к роли главной оппозиционной силы. И всех все устраивало. ГМ резко испугалась конкуренции со стороны ЕНД, крайне маловероятно. Тогда зачем сейчас позволять себе такую риторику, которую часть общества может воспринять как угрозу демократическим процессам, да еще и избавляться от своего конкурента, который никогда тебя не побеждает, но на антирейтинге которого ты из года в год выстраиваешь свою политическую повестку. Просто ради того, чтобы отомстить Миша и его соратникам, опять же, если бы перед Бедзиной Иванишвили стояла такая цель, он бы реализовал ее еще в 2012 году, когда только пришел к власти и имел высокий рейтинг поддержки. «Бедзина! Бедзина! 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 Бедзина!» Вот тогда он этого не сделал, и из года в год периодические повторяющиеся угрозы в адрес ЕНД оставались лишь словами. Любое действие представителей власти нужно рассматривать с призмы того, какой профит они от этого получат. Просто так никто ничего делать не будет. Всегда имеется определенная цель. «Бедзине» никак не мешает присутствие националов в парламенте. Напротив, я считаю, что ему это лишь играет на руку. Сохранению власти это никак не препятствует. Тогда зачем идти на такой шаг? Кто может позитивно оценить данное действие со стороны грузинского политического руководства? Видит бог, я не сторонник того, чтобы везде искать российский след. Однако, когда я думаю о том, кто будет рад искоренению всего связанного с Михаилом Саакашвили из грузинской политики, то первым делом на ум приходит именно Россия. У России был конфликт с Саакашвили. России не нравилось то, какую политику по отношению к РФ тот проводил. При нем Россия пришла войной. При нем Россия признала независимость Абхазии и ЮО. А что сейчас происходит в Грузии? На данный момент страной руководит такая власть, которая не делает ничего против интересов России. Значит, вполне устраивает российское руководство и лично Владимира Путина. Владимир Путин, вероятно, относится к Михаилу Саакашвили не очень хорошо. Бедзина Иванишвили, очевидно, тоже относится к Михаилу Саакашвили без какой-либо симпатии. Однако Саакашвили и так вернулся и сам попал в руки к Бедзине. И если в Грузии после выборов случится ситуация, при которой Михаил Саакашвили находится в заключении, а его партия признана неконституционной, то получается, что Саакашвили оказывается вне грузинской политики на официальном уровне. Его, по факту, лишат возможности в ней хотя бы косвенно участвовать и просто сотрут в порошок его партию, а значит, символ его хотя бы какого-то воздействия на политические процессы в Грузии. Понравится ли Российской Федерации такой шаг со стороны грузинской власти? Конечно же, да. ЕНД – это деструктивная сила не только в глазах мечты, но и в глазах российских властей, ибо это партия Саакашвили. О попытке торгов между мечтателями и РФ тоже забывать не стоит. В их интересах задобрить Россию, дабы та не видела в них врага и была готова на взаимные уступки. Все эти годы мечтатели не избавлялись от националов, потому что им было выгодно выезжать за счет их антирейтинга. Если сейчас они реально хотят уничтожить ЕНД, то за этим должны стоять какие-то цели, которые они преследуют, и которые для них перевешивают наличие удобного оппонента, не имеющего против них шансов на выборах. Может ли это быть попытка показать России? Смотрите, мы Саакашвили посадили, и за события 2008 года его обвинили, и партию его запретили. У нас с вами был общий враг, и мы собственноручно его устранили. Ну, это так, просто теория, не более того. Второй пункт, озвученный грузинской мечтой, который я, конечно же, ну никак не могу оставить без внимания, это их слова о возможной необходимости внести изменения в Конституцию в случае восстановления территориальной целостности страны. Эту тему в том числе затронул и почетный председатель правящей партии, богатейший человек в стране, а по совместительству неформальный руководитель Грузии Бедзина Иванишвили. В любой момент может возникнуть вопрос о восстановлении территориальной целостности Грузии, что сделает необходимым внесение соответствующих изменений в Конституцию. В условиях восстановления территориальной целостности необходимо пересмотреть систему управления страной и территориальное устройство. Грузинской мечте необходимо иметь конституционное большинство, чтобы реализовать необходимые конституционные изменения для восстановления территориальной целостности. Речь идет о территориальном и государственном устройстве. И тут как никогда уместно вспомнить слухи о той самой конфедерации между Грузией и Абхазией. А для того, чтобы конфедеративное устройство было юридически возможно, вероятно, нужны какие-то конституционные изменения. Ибо на данный момент Грузия это государство унитарное. Причем в том, чтобы придать Абхазии конфедеративный статус, заинтересована в первую очередь может быть именно российская сторона. Не забываем, что с 2008 года Россия признает Абхазию и Цхинвальский регион в статусе отдельных государств. То есть, даже если РФ захочет вернуть Грузии ее территории, то она не может просто взять и на пустом месте отозвать их признание. Ситуация куда более сложная. И если речь однажды дойдет до реальной деоккупации, из этой ситуации нужно будет каким-то хитрым способом выходить. Конфедерация, конечно же, не будет означать признание Абхазии. Грузия не может признать Абхазию как отдельное государство, ибо это будет означать отказ от своей территориальной целостности. И тут создается конфликт интересов трех сторон. Грузинской, российской и абхазской. Да, государство под названием Абхазия в юридической плоскости не существует. И мы его не признаем. Но мы признаем факт того, что на этой территории проживают люди. А также на этой территории есть свое де-факто правительство, которое хоть и нелегитимно с точки зрения грузинского и мирового законодательства, однако оно на то и де-факто правительство, что с ним по факту надо будет как-то говорить. Если предметом дискуссии является мирная деоккупация и реинтеграция территории. Грузии нужно восстановление территориальной целостности. России нужно выйти из этой ситуации без серьезных репутационных потерь. Абхазии нужен условный особый статус. Признавать Абхазию вне Грузии никто не станет. А вот особый статус это уже вопрос переговоров. Чего хотят жители Абхазии? Они хотят быть страной. И здесь включается момент формулировок. Возьмем пример государственного устройства Великобритании. Великобритания это суверенное государство, которое состоит из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Каждая из данных территориальных формирований называется страной в составе Соединенного Королевства. Они имеют достаточно широкую автономность, их официально называют странами, но они не являются суверенными государствами. Возможно, что нечто подобное будет предложено и Абхазии. Мол, ребята, мы ради вас внесем изменения в Конституцию, у вас будет самый особый статус, какой только возможен, очень широкий уровень политической самостоятельности. Хотите, даже именуйте себя страной. При одном условии. В составе суверенного грузинского государства. При таком раскладе абхазы получают особый статус, и у них нет чувства, что они зря прошли через войну, которая, как им кажется, делалась ради пресловутой свободы и независимости. В таком статусе Абхазия по факту будет куда более свободной и независимой, чем сейчас. В нынешних реалиях Абхазия признана России как отдельное государство, при этом Абхазия всецело и политически, и экономически зависима от Российской Федерации. Еще и находится в международной изоляции, ибо является оккупированной территорией. А это означает отсутствие каких-либо перспектив экономического и инфраструктурного развития, отсутствие доступа к хорошей медицине, образованию и так далее. А теперь представим, что Грузия внесла поправки в свою конституцию, которые позволяют наделить регион Абхазии особыми полномочиями, и называться это все будет конфедерацией. По факту, у такой территории будут присутствовать практически все аспекты государства. Свой флаг, свой гимн, свой парламент, свое местное руководство, свои региональные законы, свой язык и так далее. Помимо этого, регион выйдет из блокады и изоляции, откроется миру и начнет развиваться. Тем более, с большой долей вероятности, грузинское государство начнет инвестировать в Абхазию много денег, дабы отстроить ее, привести в порядок и сделать привлекательной как для местных жителей, так и для туризма. Единственное, чего при таком раскладе у Абхазии не будет, это своего места в ООН. Но у нее его никогда в общем-то и не было. А в таких реалиях появится возможность выступать с трибуны ООН наравне с остальными представителями от Грузии. Итог, Абхазия по факту от такого сценария выигрывает. Грузия тоже выигрывает, ибо восстанавливает свою территориальную целостность. Да, пойдя на компромиссы, но по-другому оно быть и не может, если речь идет о мирной деоккупации. Россия от этого тоже выигрывает, ибо получит лояльно настроенную к себе Грузию и открытие всех коммуникаций, а также сможет выйти из ситуации, сохранив лицо, и сказать нечто из разряда «Мы не отзывали признания в одностороннем порядке, просто стороны пришли к договоренностям, а мы, как главные миротворцы всей земли, не могли не пойти навстречу грузинам и Абхазам в их долгожданном воссоединении». Не стоит забывать о факторе предвыборного политического популизма. Популизм – это то, чем в той или иной степени занимаются все политические силы, будь то власть или оппозиция. И, конечно же, грузинская мечта в данном вопросе исключением не является. Скоро выборы, и власть будет говорить людям все то, что они хотят услышать. А риторика о возвращении территорий – это, конечно, очень популярная в народных массах идея. Но вот настолько конкретно о реинтеграции земель раньше власти не говорили. Речи об изменениях в Конституцию не шло, равно как и уточнение о том, что восстановить территориальную целостность возможно к 2030 году. На данный момент складывается следующая картина. В течение всего 2024 года периодически мелькает тема о так называемой конфедерации Грузии с Абхазией. Далее власти начинают говорить о том, что земли вообще можно реинтегрировать примерно к 2030 году. Теперь говорят, что за события 2008 года ответственность несет Михаил Саакашвили. И заявляют, что его партию могут признать неконституционной. Фактически таким образом устраняя максимально неудобную Российской Федерации персону из грузинской политики. И, вдобавок к этому, заявляют, что, возможно, нужно будет внести определенные изменения в Конституцию страны в связи с возможным движением в направлении деоккупации Абхазии и Цхинвальского региона. Либо это череда случайных совпадений, приправленные предвыборными обещаниями, которые никто никогда не исполнит на практике, либо же определенные процессы постепенно запускаются. Пока что можно лишь гадать. Продолжение следует...